Здравствуйте, уважаемые телезрители, на ТВ программа «Открытый эфир». Я Владимир Банчиков. Сегодня гостья в нашей студии. Кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Бурятского государственного университета. Дальше она сама продолжит, на какой кафедре она работает, и доцентом какой кафедры является, Светлана Зинатовна Ахмадулина. Светлана Зинатовна, будем официально, будем на вы, потому что тема нашего сегодняшнего разговора достаточно сложная, я бы сказал, даже очень сложная. Я начну с такого вопроса. На ваш взгляд, да ладно, что там, на твой взгляд, почему у нас в последнее время, в год празднования 75-летия Великой Победы, мы начали вот так бурно обсуждать вопросы искажения истории. И именно искажение истории Второй мировой войны. С чем это связано, на твой взгляд? И не упустили ли мы момент в воспитании нашего подрастающего поколения на примере вот тех людей, героев, которые отставили нашу страну? На мой взгляд, упустили. Добрый день, Владимир. Если говорить о современном состоянии педагогической научной общественности, нужно сказать, что действительно сегодня мы обеспокоены тем, что происходит реконструкция нацистских настроений, умышленное искажение событий, связанных с Великой Отечественной войной. И то, что происходит за пределами сегодня Российской Федерации, нашей страны, оно вызывает особую обеспокоенность. И, на мой взгляд, сегодня обращение к теме Великой Отечественной войны, к теме, скажем так, геноциды советского народа, нацистами, их пособниками, оно должно вызывать особый интерес со стороны, прежде всего, школьных учителей, учителей истории. И сегодня проделывается огромная работа. Тем более, что современные образовательные технологии, связанные с новыми подходами, механизмами, работы со школьниками, они предполагают поиск новых форм. Работы со школьниками, со школьной аудиторией. Это прежде всего участие в поисковых отрядах. В частности, сегодня на базе исторического факультета Бурятского госуниверситета работает отряд преподавателей, студентов, школьников города Улан-Удэ. Это проведение всевозможных просветительских встреч, работа с архивными документами. Это вот те механизмы, которые сегодня используются, прежде всего, преподавателями истории. Ты думаешь, этого достаточно для того, чтобы нашим детям, подросткам, особенно, да, детям, ладно, это все-таки тема такая больше подростковая. Я считаю, что о войне надо рассказывать 14-15-летним. А меньше это рано, больше поздно. На мой взгляд, там мы уже упускаем вот этот слой, самый как раз опасный возраст, да, подростковый, пубертатный. Вот я на своем примере, мне как раз было, наверное, 14 или 15 лет, это была середина 70-х годов, я увидел фильм «Рома», по-моему, «Рома». Обыкновенный фашизм. Мне хватило для понимания того, что происходило, да, вот этого фильма. Сейчас его не показывают. Сейчас его показывают, как раз-таки наш факультет стал инициатором показа этого фильма не только для студентов нашего факультета, но и для всех студентов университета. Но, безусловно, студенческая молодежь, она несколько отличается от школьников, потому что школьники, они наиболее восприимчивые, да, ко всему новому, неизвестному, поэтому неонацистский интерес, они в определенной степени привлекают именно школьников. Сейчас, подожди, извини, перебью, да, что значит неонацистский интерес, что ты под этим подразумеваешь и откуда уши растут у этого? Неонацистские настроения, они возникают, прежде всего, на Западе, они культивируются, прежде всего, через средства массовой информации, поэтому нужна мощная такая информационная война против неонацизма, да, то есть обратная реакция. Есть какие-то конкретные примеры вот этого культивирования неонацизма? Вот есть какие-то конкретные примеры? Ну, конечно, создаются группы, своя символика, создаются молодежные движения, которые используют символику нацистов, в том числе... Но у нас были скинхеды, сейчас что-то про них замолчали, извили или как? Ну, сложно сказать, потому что в любом случае это все уходит, наверное, на уровень подпольных каких-то движений, но если посмотреть, допустим, социальные сети, которые и мониторятся, и на которые ссылаются, сейчас молодежь, она все-таки этой темой увлекается. Может быть, несколько других формах, формах даже религиозных, но увлечение, оно, в принципе, налицо. Да, я вот первый раз, честно говоря, слышу, и мне как-то вот даже не по себе стало, вот то, что вот эта гадость, да, и эта вот, я не знаю, античеловеческая пропаганда, и вообще вот все вот то, что мы называем нацизмом, фашизмом, да, оно не имеет права к возрождению. Вообще никак. Но тут, мне кажется, мы должны душить это в зародыш. Может, с родителей надо начинать? Все-таки ребенок формируется, в первую очередь, в семье, а потом уже там дальше детский сад, школа и взрослая жизнь. Ну, влияние родителей, влияние семьи также является немаловажным в процессе формирования личности и характера ребенка. Но, с другой стороны, социум, то есть это общение со сверстниками, да, какие-то вот идеи, они прежде всего транслируются, скажем так, на улице, да? – Я так понимаю, что была какая-то очень серьезная научно-практическая конференция, причем была она не где-нибудь, а в Севастополе, ты в ней принимала участие, какие-то выводы вот оттуда, что оттуда нового, как вот нам с этим жить, вернее, не жить, бороться, вот с этой гадостью. Что ты можешь по этому поводу сказать? – 27 августа 2020 года в Симферополе прошла научно-практическая конференция, посвященная теме Великой Отечественной войны, и прежде всего научное сообщество волновало тема, ну, скажем так, героизации мирного населения, потому что чаще всего мы говорим о военных подвигах, о солдатах, погибших во время Великой Отечественной войны, но потери среди мирного населения, среди детей, взрослых, они были огромными. И сквозь призму необходимости обращения к каким-то антропологическим сюжетам, да, к жизням семьи, создания общероссийского движения, направленного на вот проект без срока давности, то есть на восстановление исторической справедливости, да, то есть это ужасная трагедия, фактически забыть о, не, значит, предать, предать кого? Предать своих отцов, предать своих дедов, предков, в общем, своих всех причем. И это предательство, оно, безусловно, сегодня неприемлемо. Возможно, несколько, чуть опоздали мы с этой работы, да, сейчас необходимо более активно включаться в этот процесс, изменять подходы, и прежде всего, на мой взгляд, необходимо вносить изменения в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. В школьную программу. В школьную программу, включать темы геноцида советского народа нацистами, их пособниками, и школьному учителю доносить, ну, вот, сквозь призму конкретных историй, личностей, на примере, на примере республики Бурятия. Вот, у меня до сих пор, в моей библиотеке есть книга, значит, герои республики Бурятия, герои Великой Отечественной войны, которую мы в свое время зачитывали Дадыр, это сейчас спросили любого школьника, он, в принципе, практически героев местных, отдавших свою жизнь. Свет, как представители Министерства просвещения, по-моему, так теперь называется, да, имя федеральное? Министерство науки высшего образования. Нет, нет, это у нас, а в Москве-то просвещение. Министерство просвещения курирует школьное образование. Вот, я про них и говорю. Они как на это отреагировали, потому что я, у меня историков здесь было очень много за эти 7 лет, учителей истории, преподавателей, просто ученых-историков, да, когда они с ужасом говорят, с неподдельным ужасом, пожилые люди, ну, как я, скажем так, возраста такого серьезного, то, что на изучение Великой Отечественной войны в средней школе отводится 5 часов. Что можно за 5 часов академических, да, это в сумме, там, получается, 2,5 часа таких живых, ну, примерно, что можно ребенку, подростку дать, о чем им можно там рассказать. Началась, здесь победили, здесь и закончилась нашей победой. Огласили там непонятную цифру, то ли 26 миллионов, то ли 20 миллионов, но это мы сейчас так говорим, потому что, ну, все-таки время прошло. Вот они как-то отреагировали, минпросвещенцы? В том числе и Министерство просвещения как раз-таки и курировало конференцию, курирует всероссийский проект без срока давности, создается информационная база общероссийская, да, и все это происходит в рамках всеобщего, скажем так, школьного движения на территории страны. А то, что касается действительно очень малых часов, которые даются на изучение темы Великой Отечественной войны, практически за это время ничего невозможно сказать. Тем более, что информационно перенасыщено событиями, датами, операциями, нужно ориентироваться по карте, да, когда начиналась та или иная операция, кто был руководителем... Нет, может, не стоит в эти дебри лезть, а просто вот... Поэтому больше внимания все-таки надо уделять теме человека, теме человека, антропологическим сюжетам, конкретным сюжетам, которые как-то будут влиять на сознание школьника, потому что все-таки школьник наиболее восприимчив к подобному роду информации. Согласен. И тут, мне кажется, на мой взгляд, да, тоже как историк, ну, мы все историки, бывшего учителя истории, тут не надо бы перегнуть палку бы нам, не перегнуть, да, потому что у нас сейчас идет, с одной стороны, понятно, что советский народ, это он народ-победитель. Основная часть, ну, как сказать, основное, там, 90% победы, это было за советским народом, но 10, может быть, даже больше процентов, это все-таки был второй фронт. Мы сейчас, у нас же бывает так, да, мы перегибаем палку, что, а, это какой-то второй фронт, они там до 44-го года ждали все, кто в конце концов победит, на чьей стороне будет, так сказать, перевес, и потом только включились уже, понятно, когда все было ясно, да, но мы забываем о Лент-Лизе, мы забываем вообще о помощи, стран антигитлеровской коалиции, скажем так, Советскому Союзу, вот это вот как момент нужно учитывать, на твой взгляд, чтобы нам честно, ведь в конце концов честность всегда побеждает, как ни крути, правильно, честно рассказывать обо всем, как вот, на твой взгляд, какие методички и какие учебники должны быть в этом плане разработаны нашими учеными, в том числе, вот, историками, в первую очередь, конечно, историками. Понятно. Нивелировать помощь союзников, в том числе, и вставляемых по Лент-Лизу мы, безусловно, сегодня не можем, и, в принципе, если посмотреть внимательно на содержание, скажем так, школьных учебников, об этом упоминается, да, то есть об этом школьный учитель говорит, поэтому то, что сводится все на нет, это не совсем является корректным на сегодня, то есть, в принципе, и в рамках тех заданий, которые студенты изучают, ну, на уроках истории, тех экзаменов, которые они задают, эти вопросы рассматриваются. Только единственное, насколько более внимательно мы, да, обращаемся, либо мы говорим это, констатируем, как, да, как факт, как данность, но еще раз повторяю, что сводить на нет помощь союзников, безусловно, будет некорректна, да? Свет, еще такой вопрос. Ты молодой современный человек, естественно, абсолютно разбираешься во всех этих современных технологиях, я имею в виду, вот к чему клоню. Сейчас интернет – это главный источник информации, да, все давно уже понимают, для всех, кроме меня, ну, для большинства населения, ну, кроме меня точно, для меня книга – источник знаний. А как нам вот организовать работу именно вот в интернете, чтобы вот, во-первых, не просачивались вот эти нацистские, неонацистские идеи, и, во-вторых, все-таки объяснять ребятам, подросткам, молодежи опасность неонацизма и рассказывать в то же самое время о подвигах наших предков. Вот именно там, именно вот в этом поле необъятном. Ну, вот хочу, наверное, порадовать, потому что у нас студенты нашего факультета, они в этом отношении, также гораздо более продвинутые некоторых преподавателей, и сегодня создаются целые блоги и каналы, в частности, канал YouTube, где студенты разрабатывают сами, да, на основе уже имеющихся архивных данных, на основе полевых исследований, информацию вот как раз-таки о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, и об участниках именно Республики Бурятия, да, помощи мирного населения нашей, нашего региона, вот в деле победы над фашистами. То есть в этом отношении идет очень мощная работа, я имею в виду информационная. Тем более, что наш университет, он состоит не только из исторического факультета, это и математики, и программисты, которые оказывают помощь вот в деле создания подобных сайтов, каналов. Конечно, все это сейчас находится в стадии разработки, дополнения материалами, но я думаю, что это имеет очень огромное будущее в последующем, и не нужно останавливаться на достигнутых результатах. То есть время мы, конечно, упустили, но еще не поздно. Еще не поздно. Согласен абсолютно. Кто у нас будет руководить? Я так понимаю, что ты будешь одним из руководителей вот этого движения. Как еще раз она называется? Память поколений? Память поколений – это без срока давности. Без срока давности. Без срока давности. Без срока давности – живая память поколений. Ты будешь руководить этим движением. Не только у нас. Никакие планы, задачи стоят перед ним. Вот буквально начался учебный год. Вот он буквально две недели. Всего-то навсего. То есть все еще впереди. И на мой взгляд, это не важно, какое будет обучение. Дистанционное это будет обучение или очное обучение. Но какие-то уже планы есть. Может быть, взять какую-то отдельную школу в качестве эксперимента и там вот что-то делать. Я не знаю, это мое такое предположение. Мне хочется услышать лично твое мнение. За 2020 год мы проделали очень большую работу. Это прежде всего руководство и студенты факультета по реконструкции памяти о студентах, преподавателях нашего университета, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И замечательный, красивейший памятник, который был открыт напротив главного корпуса университета на улице Смолина. Это летящие журавли, это колокол, мемориальная доска, где указаны списки. То есть, в принципе, даже те фамилии студентов, которые у нас старая мемориальная доска, они не вошли изначально в этот список. База была обновлена. То есть это то достижение, которым мы будем гордиться еще очень долгое время. Но пока мы сосредоточились, конечно, на работе, связанной с университетом. Но постепенно, постепенно, я думаю, что будем расширяться. И наши поисковые отряды студенческие будут приносить новые материалы, какие-то очень интересные. И музей, который создан на базе университета, посвященный отдельной теме Великой Отечественной войне, он будет сохранять память о подвигах. А как все это потом, в дальнейшем, понести в школы? Я вот про это в первую очередь. Все-таки студенты, мы же с тобой уже об этом говорили, да, это уже более сформировавшиеся люди. Ну, уже относительно сформировавшиеся точки зрения. Не скажу, что совсем. Нет, конечно. По себе знаю. Поэтому, как вот со школьниками все-таки? Ну, вот со школьниками только вот через механизм просветительской работы, с одной стороны. Но, с другой стороны, школьники города, они участвуют в тех же самых поисковых отрядах. То есть, они имеют возможность работать, заниматься полевыми исследованиями. Но просветительские встречи, они показывают, что результат есть, есть отклик. Очень многие ребята целенаправленно занимаются этой работой, пишут исследовательские работы, защищают их не только на республиканском, региональном, но и на всероссийском уровне. То есть, отклик, безусловно, есть. Поэтому эту форму, наверное, мы будем сохранять, продолжать совершенствовать, используя уже новые методы, технологии информационные, бомбежки, скажем так. Информационные бомбежки, конечно. Ну, влияние через сети интернет, через каналы образовательные. Все это будет работать в самое ближайшее время. Я так думаю, что, еще раз подчеркну, что мы, конечно, очень много времени упустили, но еще не поздно. И хочется верить, что я, допустим, доживу, хочется дожить до 80-летия победы, да, на следующей круглой даты такой, что уже результаты вашей работы и вот того, что нужно сделать, они уже явно будут видны, но это срок достаточно большой. Я надеюсь, что вся эта работа будет видна уже вообще в ближайшее время. И мне кажется, что нужно как можно больше, ну, я не знаю, это моя такая точка зрения личная, что нужно какие-то, постоянно проводить какие-то конкурсы, да, на знание войны, ну, это все как-то, а вот, ну, разнообразить как-то, вот, вовлекать детей. Они же любят участвовать. Вообще квесты всякие, да, так, по-моему, называется, да? Да, вот это игры, да, вот современные игры для современной молодежи. Вот придумайте, что у нас талантливых, находчивых ребят полно среди студентов, я имею в виду. Вот дайте им задание, давайте придумаем для какой-то школы, там, ну, когда это возможно будет, да, чтобы дети были раскрепощеннее, ну, я имею в виду вот эти вот ограничения масочные, там, перчаточные и прочее, да? И чтобы вот через игры даже, через там, к сожалению, у нас ветеранов практически уже нет, да? Поговорить им о войне вот с непосредственными участниками уже вряд ли получится. Только по интернету, по телевизору смотреть какие-то фильмы. И на самом деле, на мой взгляд, нужно показывать, вот фильмы уровня обыкновенный фашизм нужно обязательно в школе показывать. Там все, там один раз посмотришь и будешь ходить с этим, потом, я не знаю, переваривать это очень много времени. Светлана Зинатовна, огромное спасибо за участие в программе. Я надеюсь, что нас слышат, в том числе и в нашем министерстве образования, потому что, ну, есть же у нас тоже свои ручки, правильно? В Минобразии и в комитете по образованию городском, чтобы вот на самом деле усилить вот эту работу именно по увековечению памяти наших людей, в первую очередь, да, погибших и оставшихся в живых. Тех, кто, в общем, пережил вот эти страшные четыре года. Спасибо еще раз за вашу работу, за начало вашей работы. Я так думаю, что работа будет продолжена с таким, с азартом. Без этого уже, сам согласись, ну, никак. Спасибо большое. Спасибо. С чем мы попрощаемся с нашими телезрителями, я хочу предоставить тебе слово, обратиться вот к коллегам, преподавателям, к ученикам. Пожалуйста, говори то, что считаешь нужно. Хорошо, спасибо, Владимир. Уважаемые телезрители, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что перед нами сегодня стоит очень важная задача восстановления исторической справедливости, сохранения национально-исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Эта работа должна быть направлена против героизации нацизма, неонацизма, то, что, к сожалению, сегодня происходит в современном мире. То есть, Холокост, гибель миллионов людей, тщательная этническая зачистка – это то, что мы ни в коем случае не должны допустить в будущем. Спасибо. Спасибо большое. Хорошие слова, я думаю, такие-то дрожи прям пробирают. Это, как вспомню, Холокост, да, 6 миллионов евреев, сожженных, расстрелянных, ну, сколько славян. Ну, вообще всех, 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 у меня мурашки по коже. И вот надо, чтобы вот эти самые мурашки бегали у наших подростков по спине в том числе. Спасибо большое за участие в программе. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостью программы «Открытый эфир» была кандидат исторических наук, доцент Бурятского государственного университета Светлана Ахмадулина. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всем самого доброго. Увидимся.